Всем привет! Как многие из вас знают, я работаю сварщиком и сегодня собрал 28 крутых инструментов для сварочных работ из Китая. Ссылки, как обычно, лежат в описании под видео. А вот те, чьи комментарии оказались самыми популярными в прошлой подборке. Так что смотрим видос, комментируем. Поехали! Точечная сварка соединяет металл между собой точками. Конкретно данный аппарат подходит для сварки двух пластин по 1,5 мм. Электроды приходят сразу с аппаратом. Прицепт его действия такой. Между электродами проходит ток. Детали нагреваются и свариваются в точке соприкосновения. Сварка может производиться с любыми металлами. Особенно удобно вварить тонкие металлы. Шов образуется очень крепкий. Сварочный молоток. При сварке обычными электродами без шлака не обходится. И его очень удобно будет отбивать таким специальным молотком. С одной стороны расположена зубила, а с другой жало для удаления шлака в корне шва. Специальная пружинная конструкция смягчает отдачу во время удара. Также есть кольцо для крепления к монтажному поясу. Сталь закаленная, так что ударная часть прослужит долго, прежде чем затупится. Плазморез. Для резки очень толстого металла, конечно же, лучше воспользоваться обычным резаком. А если толщина будет меньше 25 миллиметров, то этот аппарат с легкостью справится. И вы сэкономите неплохие деньги на кислороде и пропане. Главное, чтобы давление в компрессоре было хорошее, а то не продует. Циркуль для плазмореза. Бывает нужно вырезать кружок, и без циркуля это не так просто. Такой инструмент имеет 6 мощных магнитов, которые надежно удерживают его в одном месте. Также для удобства на нем есть линейная разметка. Выставляете нужный радиус, вставляете плазморез и вырезаете запросто круг. Защитная маска. Самое главное при резке и сварке газом, это не испортить зрение. Такие очки отлично защищают от яркого света, но в них есть слепые зоны. Поэтому такая маска с регулируемым оголовьем удобнее всего. В ней стекло меньше потеет и лицо полностью защищено. Штангенциркуль шах. Великолепный инструмент, имеет хорошую степень защиты IP54. Бывает трех размеров 150, 200 и 300 миллиметров. Штангель выполнен из закаленной нержавеющей стали. Измеряет с точностью до 0,02 миллиметра. Также можно измерить в дюймах. Транспортир с линейкой. На вид весьма простой инструмент, но в то же время очень полезный. Производить разметку и измерять углы очень просто. Разберется любой сварщик. Два кабеля. Разных цветов подходят для сварочных аппаратов силой тока 200 ампер. Длина кабеля с массой 2 метра, а с держателем электродов целых 5 метров. Магнитная масса. Как говорится, и в сварочные работы приходят инновации. Крепится с легкостью на любую металлическую поверхность. Главное, не считайте их вечными. Ведь со временем любой магнит от нагрева теряет свои свойства. Но не будем о плохом. Ведь работать с ними очень удобно. При закручивании барашка примагничивается, а в обратном направлении отмагничивается. Получается, вам не нужно искать, куда же закрепить эту массу. Короче, это тема. Винтовой держатель электродов. При правильном использовании девайс прослужит долго. Электрод очень хорошо удерживается и при залипании не вылетит из держака, как в обычной прищепке. Маска Хамелеон. Одна из лучших масок такого типа по стоимости и по качеству, которую я нашел на Али. Есть даже классный вариант с рисунком. Очень удобно при работе с любым видом электросварки. Ведь вам не нужно постоянно ее поднимать, чтобы посмотреть, что там получилось. Мини-тиски. Когда нету никаких тисков, то по сути даже такие для мелких работ подойдут. Тиски хорошо зажимают и удерживают вашу заготовку. Ну а для больших предметов я бы посоветовал такие. Ручные тиски. Сразу приходит набор из трех штук. Для зажима заготовки вам не нужно ничего крутить, просто сжать. А для разжатия нужно нажать специальный рычажок. Это очень удобно. Набор магнитных угольников. Необходимы для выставления и прихватки конструкций под определенным углом. С этими можно выставить всего три угла. 45, 90 и 135 градусов. Да и сила удержания у них слабовата. Но для прихватки мангалов и небольших конструкций сойдет. Регулируемый угольник. Приходит всего один угольник. Он стоит в три раза дороже, чем предыдущие. Но здесь есть возможность регулировки угла от 20 до 200 градусов. А еще сами магниты в нем будут намного мощнее. Алюминиевая проволока с флюсом. Сварка алюминия задача не из простых. Внутри такой проволоки находится специальный флюс, который при нагреве разрушает оксидную пленку алюминия и дает ему нормально свариться между собой. Кислородно-ацетиленовая горелка. Приходит с пятью сменными соплями. К зеленому шлангу подсоединяется кислород. К красному ацетилен. Ей запросто можно варить и разогревать различные металлы. Ведь температура правильного пламени может достигать 3000 градусов Цельсия. Сверло с метчиком. Каждый сварщик универсал. И он должен сверлить, резать, красить и зачищать. Такие сверла не только просверлят, но и в процессе сверления нарежут резьбу. Материал сверл быстрорежущая сталь со специальным нано-покрытием для дольшей долговечности. Пескоструйный пистолет. Такая приспособа будет работать только если у вас есть мощный компрессор. Удобно использовать в тех местах, где болгаркой не подлезть. Заряжаете бачок песком и погнали очищать заготовку от различной краски, ржавчины и загрязнений. Следует не забывать о собственной защите органов дыхания и глаз. Ведь частички кремния, попав в легкие, останутся там навсегда. Пулевизатор для покраски. Когда вы уже сварили все окончательно, необходимо это изделие качественно покрасить. И тут на помощь придет этот японский краскопульт. Качество покраски с ним очень хорошее. Так что запросто можно покрасить даже автомобиль. Сварочные краги. Ничто так не защитит руки сварщика от ожогов, как хорошие краги. Выполнены из крепкой кожи и пропитаны специальным составом. Благодаря крагам можно брать горячий металл в руки и вы не обожжетесь. Со временем они чернеют. Тогда я меняю на новые. Подшлемник. При сварке потолочных и вертикальных швов на голову может случайно попасть капля шлака. Волосы моментально сгорают и у вас лысина. Дабы не испытывать судьбу, лучше работать в кожаном подшлемнике. Рабочая куртка. Выполнена из огнестойкого материала. Рукава застегивается на кнопку, что достаточно удобно. И сами рукава выполнены из кожи, так как обычно они постоянно сгорают. Сварочный аппарат два в одном. Каждый сварщик мечтает, чтобы у него были разные виды сварок. В этом аппарате сразу полуавтоматическая и электродуговая сварки. Рибот вообще выпускает качественное сварочное оборудование. Вот так шлак лучше не отбивать, а то попадет и сразу остынет в глазу. Никогда не понимал людей, которые сбивают шлак, когда он еще не остыл. Возможно, они просто хотят быстрее потерять зрение. Электроды для нержавейки. Как известно, нержавеющую сталь простыми электродами никто не варит. Такие спецэлектроды хорошо ее сваривают. И то, что их заказывают из Китая, означает, что у нас они на порядок дороже. Сварочный пистолет. Основное предназначение это сварка алюминия. Такой пистолет превратит ваш инвертор в полуавтомат. Правда, придется очень немало повозиться. Наверное, для многих проще купить полуавтомат и подсоединиться к нему. Лазерная очистка металла. Вы просто офигеете от того, сколько стоит оно. И будете дальше чистить ершиком или пескоструить. Хотя, если у вас большая фирма, занимающаяся металлоконструкциями, то, думаю, можно и потратиться на такой офигенчик. Наклейка сварщик. С такой наклейкой сразу понятно, кто ты такой. Люди будут знать и обращаться к вам с халтуркой. Мне еще этот черепок нравится. По типу варю чем угодно. Что ж, на этом все. Желаю всем покупать только качественные товары. Если что, можете посмотреть другие, не менее интересные видео на канале. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока.